Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео у нас будет посвящено бренду Hourglass и чуть конкретнее вот этой лимитированной палетке. Ее история появления в моей коллекции достаточно, ну хотя нет, она достаточно типичная для меня, потому что вы меня много раз спрашивали, Наталина, а ты будешь покупать новую лимитированную палетку хайлайтеров от Hourglass? Я такая, нет, не буду, нет, не буду, ничего особенного. И вот мы здесь, все как обычно. Также я вам расскажу просто свои мысли еще раз о пудрах Hourglass. Я делала до этого различные обзоры, я постараюсь оставить ссылку на все на них внизу. У меня есть еще, то есть это вот такая трешечка, я заказывала с сайта spacenk.com, оттуда есть доставка в Россию, она заняла у меня примерно две недели. Сейчас я вам покажу, что у меня еще есть и потом мы посмотрим, потому что я наносила сегодня эти хайлайтеры. У меня есть вот такая вот трешечка здесь, пудра, хайлайтер и ну такой типа бронзер. Есть, ну так же тональный крем у меня есть, какие-то еще средства, но именно вот из средств для лица есть еще отдельная вот такая пудра и есть вот такая тоже лимитированная палетка. Давайте мы сейчас с вами посмотрим нанесение этого хайлайтера, ну вот этих вот хайлайтеров точнее из палетки. Просто свотчи смысла особого нет показывать, потому что ну по ним вообще ничего не понятно, у Hourglass всегда так, то есть чтобы понять вообще как что выглядит, их нужно нанести на лицо. Ну вот свотчи выглядят таким образом. У Hourglass все пудры очень странные в плане свотчи, то есть смотришь, думаешь, что, что-то ничего особенного, а потом наносишь на лицо и такой, ого! В общем, давайте мы с вами посмотрим нанесение, дальше я вам расскажу уже всю информацию по ценам и выскажу свое мнение насчет этого продукта. Давайте под бровь мы нанесем вот этот более светлый такой розоватый хайлайтер. На правую сторону я попробую нанести вот этот хайлайтер, посмотрим, как он будет выглядеть на моей коже. И наношу его такой плотной достаточно кисточкой. Видите, он дает просто влажноватый такой блеск на моем цвете кожи. С этой стороны давайте я нанесу золотой оттенок, ну потом их смешаю, чтобы у меня все на лице было единого цвета. Розовый оттенок я уже наносила, он тоже очень красиво смотрится. Ой, какой красивый! Видите, здесь вот этот темный хайлайтер, он типа как цвет моей кожи, то есть он особо агрессивно не мерцает. Вот этот самый такой мне подходящий, наверное, потому что он с легкой золотинкой. И вот этот более такой холодный, но он все равно красиво очень смотрится. Вообще, я должна вам сказать, что Hourglass это один из моих самых любимых брендов вообще из всех. И особенно нежно я люблю именно их пудры, поэтому у меня уже вот такое вот собрание, и это как бы вообще далеко не конец. Давайте я вам просто расскажу, да, почему я люблю каждую из этих палеток. Вот эта палетка, это было начало, наверное, моей коллекции от Hourglass. Здесь здорово, здесь есть три продукта, они все разные немножечко по функционалу, но их также можно вот так вот смешивать на кисточке. Здесь есть пудра, здесь есть хайлайтер и здесь есть такой типа бронзер. Я отдельно его не использую, то есть из этих я использую в основном пудру и в основном хайлайтер. Пудру такую же в оттенке Dim Light я купила себе отдельную, потому что она действительно очень крутая. Что она делает? Я про эти пудры, мне кажется, постоянно просто везде всегда рассказываю. Она не дает цвета, но, конечно, на супер белую кожу, наверное, там, по-моему, есть посветлее оттенок. У меня это цвет Dim Light, то есть на супер белый тон. Оно прям прозрачно не ляжет, но вот на мой цвет кожи и потемнее, и чуточку посветлее оно ложится прекрасно. Оно просто заблюривает лицо. У меня в каком-то из обзоров я ее наносила, и там прям, ну, реально до-после было. Очень люблю. Это финишная пудра, она не закрепляющая, то есть я ее наношу, когда уже закрепила все рассыпчатой пудрой. И ей надо посидеть на коже минут 7-10, и она тогда дает эффект, то есть кажется, что кожа заполирована, особенно это видно при электрическом освещении и через камеру. То есть это для фото, ну, фото, понимаете, я говорю тоже не в плане фотосъемки, а, например, там для селфи, это же тоже фото. Поэтому я ее использую, ну, и на ежедневной основе в том числе, тем более она дает суперлегкий слой. Вот здесь, соответственно, если вы смешиваете все три пудры вместе, то они получаются с легким таким мерцанием. Также я отдельно использую вот этот хайлайтер, он более с таким холодноватым подтоном, но у Hourglass, что у них круто, у них все очень мелкодисперсные, прям супер мелкий помол у всех средств. И даже у светлых оттенков они как-то ложатся на кожу так, что, знаете, иногда светлый наносишь, и он выглядит серым, если он светлее тона кожи. Но тут такого нет, то есть оно как-то подстраивается, как-то пропускает цвет вашей кожи, и поэтому все хайлайтеры, вот практически, которые я пробовала Hourglass, на мне выглядят хорошо, и на тех, на кого я их наносила, тоже выглядят хорошо. Вот эта палетка очень хороша для знакомства с брендом, для знакомства с пудрами, для знакомства с принципами их работы. Очень классная, она у меня всегда во все фавориты входит, и для работы вообще незаменимая штука. Единственное, что бронзер Hourglass мне не очень заходит, например, вот в этой палетке, тоже лимитированная, она стоила 80 долларов, здесь есть отдельно бронзер, вот он мне, на мне просто вот красноватый, прям вот даже не красноватый, а прям красно-розовый, то есть я его использую только как румяна. Что касается цен, вот к этому мы сейчас, собственно, к тому, ради чего мы здесь собрались, вернемся. Мне кажется, все эти продукты есть сейчас в доступе на SpaceNK.com, оттуда доставляют они, ну да, за две недели мне пришло, не курьер приносил, я ходила на почту забрать, то есть все прошло более чем хорошо. Хорошо, итак, вот эта палетка, и вот эта палетка, они стоят одинаково, они стоят на SpaceNK 59 фунтов, и на Sephora они стоят 62 доллара. Вот такая пудра стоит 40 фунтов и 46 долларов на Sephora, вот эта штука, не знаю, не помню сколько фунтов, около 80 долларов, она, по-моему, стоит. Ее я обожаю, просто обожаю, в основном в поездке беру всегда ее с собой, потому что здесь два оттенка румян, ну, я их все три использую. Люблю смешать вот эти два оттенка, этот более такой свежий дает румянец, да, такой розоватый, этот более персиковый, могу их все три смешать. Здесь тоже есть пудра, она оттенка Surreal Light, она, по-моему, тоже есть в продаже, то есть вот они две, видите, вот это потемнее, вот это, наверное, посветлее. Но это у них принцип один, они называются Ambient, Ambient Lighting Powder, они вот, ну, называются, а которые хайлайтеры, они называются строп, по-моему, да. То есть, если вы ищете, Ambient это пудры, а которые строп, это хайлайтеры. И здесь очень красивый хайлайтер, очень его люблю, он кажется, да, темный, но он дает нежное, очень красивое, очень элегантное, очень заполировывающее такое сияние, невероятно красивое, невероятно элегантное. Вот элегантность, это реально про бренд Hourglass. Что касается вот этой палетки, тут совершенно другая формула, то есть эти хайлайтеры, они другие, у них и вообще все другое, другая формула, по-моему, в принципе, такой же, но, то есть, я думаю, что видно, насколько вот они сияющие, да, и какой вот этот вот оттенок совершенно спокойный. Или вот здесь вот мы сравним, да, тут вот этот хайлайтер посерединке, видите, абсолютно другие, абсолютно другая текстура. И да, они невероятно красивые, но если вы поклонник Hourglass и рассчитываете, вот я лично рассчитывала, что это будут хайлайтеры типа тех, что здесь, то это другое средство с другим финишем и с другим назначением. Эти хайлайтеры, то есть, вот стандартный Hourglass, вот такое яркое сияние, оно, ну, достаточно яркое, особенно в жизни, он не дает. Конечно, здесь нету никаких светоотражающих частиц, ничего такого, все супер тонкого помола. И мне очень нравится, что их формула, их прозрачность средства соблюдено, то есть, даже вот этот оттенок, любой из этих оттенков можно практически на любой оттенок кожи наносить. Ну, вот на самый светлый, наверное, вот этот не подойдет, и оно все будет выглядеть хорошо, то есть, это делает эту палетку максимально такой универсальной. Потрясающе смотрится на коже, на там теле, подчеркнуть плечи, ключицы, очень, то есть, да, 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 это невероятно красиво. Я рада, что я купила эту палетку, это прям супер, я обожаю Hourglass, мне нравится эта их новая формула, но, повторюсь, Hourglass у них все-таки портрет покупательницы, он немножечко другой, то есть, это все-таки, ну, как и у Том Форд, обычно эта аудитория чуть-чуть постарше, соответственно, макияж более приглушенный, поэтому здесь это ближе, особенно посмотрите, вот этот хайлайтер под бровью, это вообще, ну, другой уровень, мне кажется, они насмотрелись инстаграмов, ютубов, где их не особо показывают, потому что все-таки это другая аудитория у Hourglass, ну, вот стики только их тональные кремы зашли прям на ютуб, поэтому они решили в угоду инстаграму и ютубу, мне кажется, сделать что-то более яркое, что-то более космическое, это очень интересно, это очень красиво, но все-таки оно даже тонким слоем, ну, ложится ярче, чем предыдущие хайлайтеры. Я, безусловно, очень довольна этой покупкой, мне эта палетка очень нравится, и да, безусловно, я могу ее рекомендовать и для работы, и для себя, но имейте в виду, что это не супер какое-то такое нейтральное мерцание. В общем, я вам скажу так, да, конечно, мне очень нравится эта палетка, и это, и вот это вообще моя любимая палетка, но если вы присматриваетесь вот к ней, то мне кажется все-таки, что вот это более мультифункциональное. То есть здесь у вас просто только три хайлайтера, здесь у вас есть и пудра, и бронзер, и хайлайтер, ну, по цвету надо, конечно, смотреть, но вот это все-таки более мультифункциональное, и вот это тоже, ну, хотя здесь надо смотреть, подойдет ли вам золотистый хайлайтер. Мне эта палетка понравилась, поэтому если вы, ну, грубо говоря, думали, хорошее там качество или нет, да, оно суперское, да, все круто, но это все-таки другая формула, не такая, как раньше была у Hourglass. Ну, я в любом случае надеюсь, что это видео было вам полезным, интересным, мы с вами обязательно скоро увидимся, до встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok